Перед вами не Серж Танкен, и вы не смотрите Первый Альтернативный. Продолжение следует... Привет, друзья! Первый Альтернативный в ваших телеприемниках. Меня зовут Болелов Борис, в эфире программа «Звезда чата». Это значит, что у нас, как обычно, гость в самом, что ни на есть, прямейшем эфире. И сегодня это лидер группы «Тараканы», человек, который не нуждается в длинных представлениях каких-то и прочее. Дмитрий Исид Спирин, просто такой прекрасный... Борис, наконец-то ты живьем, а не в Фейсбуке. Наконец-то, да, не в Фейсбуке, не ВКонтакте, а вот он, я живой, здоровый. Слава Богу, ты тоже. 20 лет группе «Тараканы» исполняется в этом году. Обсудим и это, и панк-рок, и гражданскую позицию, и интернет, и все на свете. Не могу не напомнить, что у нас существует официальный твиттер-программа, он периодически будет появляться на плашечке. Вот вы туда, не стесняясь, пишите вопросы прямо сейчас. Мы вот посредством этого чудесного средства общения под названием iBook, наверное... Как угодно. Как угодно. Вот это, будем читать вопросы самые интересные, и, соответственно, звоните к нам по телефону. Мне смс-ки слать. Да, можете вот смс-ки тоже, на чудесное средство общения такое. Первый вопрос вот по поводу 20 лет. Скажи, за 20 лет не надоело тебе вообще все это? Нет, Борис, мне не надоело все это. Мне нравится быть в рок-группе, мне нравится сочинять песни, выходить на сцену, мне нравится встречать на улице города афиши с нашим логотипом. Мне нравится, что мальчики и девочки пишут благодарственные письма, или где-то в интернете ломается копия относительно ценностей или нет ценностей наших песен и так далее. Это все клево. Просто, ну, как бы, люди устают, да, люди устают. Человек, как бы, знаешь, как есть, ну, устают даже материалы, как бы, ну, железо там, да, усталость материалов, говорят. Вот, а человек, он еще более мягкое существо, нежели, там, например, железка какая-нибудь или деревяшка. Вот, поэтому, да, усталость кое-какая накапливается. Накапливается она во многом еще и потому, что, ну, как бы, существуют бытовые неурядицы кое-какие, да, а не все, не всегда эти 20 лет сопровождались хоть каким-то успехом финансовым. Да, ну, все вот так вот. Да, 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 у нас бизнес такой, то густо, то пусто, что называется. Вот, тем более, как бы, панк-музыка, но всегда была очень маловостребованной, как бы, в России. Вот, но... А по поводу панк-музыки сразу, ты все еще панк? Нет, нет, я бы себя так не называл, в первую очередь, потому что мне не хочется брать на себя дополнительные обязательства и загонять себя в определенные рамки. Вот. Когда человек себя начинает причислять, как бы, к какой-то субкультуре, все остальные представители этой субкультуры начинают на него смотреть с ожиданием. А ну-ка, соответствует ли он нашим внутренним кодексам, правилам и нашей неписанной Библии? Или нет? А если нет, ату его, да? Вот я такой был всегда, который... Ну, у меня всегда, как бы, типа... Мне, что представители субкультуры, что люди, находящиеся за ее пределами, всегда отказывали в праве называться гордым словом панк, и в итоге я решил сложить с себя эти полномочия, потому что, ну, вот здесь уже, как бы, да, надоело. Ни к чему это. Песни мешают сочинять клевые. Реально. Вот это знамя, да, этот крест, который ты на себе тащишь, они, как бы, со временем стали, ну, настолько ненужной обузой, что, ну, просто мне, например, стало понятно, я буду сочинять лучше песни, чем вот этим заниматься. А как это получилось? Это ты вырос, или это просто изменилось само, ну, вот эти вот предъявы, или это было всегда? Нет, это было не всегда. В какой-то момент они появились, когда, естественно, в тот момент, когда группа пошла наверх, как бы, да, стал появляться в каких-то средствах массовой информации, собирать больше людей, цены на билеты стали расти, там, и так далее, и так далее, и так далее. Когда тусовка вдруг поняла, что, ну, как там, какой-то один из них, один из этих гадких утят вдруг там стал раскрывать крылья, там, и куда-то там полетел. Вот. Ну, мы, в общем, достаточно долго боролись за это самое переходящее черное знамя, вот, что называется, и били себя в грудь копытом. Вот. А потом, возможно, да, вот как раз здесь, что называется, фактор взросления, может быть, частично сказался, что просто как, что такое взросление? Взросление – это когда ты с опытом начинаешь переоценку ценностей какой-то, да, проводишь в своей жизни. Вот. Ну, и, наверное, какая-то очередная переоценка ценностей привела меня к тому, что я просто подумал, а за что я бьюсь-то вообще? Кому-то надо, ёлки-палки. Лучше я буду счастливым, успешным. Лучше я буду много времени посвящать группе, песням, текстам, тусовке с прекрасными, хорошими, талантливыми людьми, которые мне интересны, которые находятся за пределами того, что называют панк-сообщество. Но, тем не менее, они мне интересны. Я хочу с ними тусоваться. И не хочу даже думать о том, что кто-то может меня за это... Ага, ага, с кем-то там. Это смешно. Это не для меня. А что вот, если возвращаясь, не возвращаясь, точнее, а вот про сцену немного поговорим. А, так, сейчас я сразу вдогоночко зачитаю несколько вопросов из Твиттера. Вопросы из Твиттера, это же песня, а не вопросы. По имени Паук Троицкий, вот, КТР. Вот, и есть несколько, один чудесный вопрос под названием, звучит так. Сейчас, сейчас, сейчас целую кучу, вот, Паук очень постарался и куча... Вы совсем давно не видели, что он накопился много вопросов. А он решил пообщаться-таки, наконец, посредством телевизора. На что вы тратите заработанные миллионы от продажи панк-рока? Платите ли вы налоги и занимаетесь ли вы благотворительностью? Значит, заработанные... На шапки, на косухи, на... Да, 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 заработанные миллионы от продажи панк-рока я вкладываю в космическую программу Индонезии, например, для того, чтобы когда-нибудь стать первым индонезийским космическим туристом. Мне кажется, это благородно. Нет, это хорошее вложение денег, я считаю. А детям помогаешь? То есть, ну, что ж там? Помогают в первую очередь своим, а уже потом только тем, которые считаются своими условно. Отлично. Дорогие друзья, и вы тоже, не стесняйтесь, последуйте примеру Сергея Паука КТР Троицкого, шлите вопросы на наш Твиттер, звоните по телефону в нашу чудесную студию, постараемся пообщаться, ответить там, ну, и так далее, и тому подобное. Да. Да, давай расскажем вот про это, вот последний релиз, который вот вышел, он абсолютно бесплатный, и, как я понимаю, еще и уходит на физических носителях. Очень хорошо. Пять вот этих вот самых вот пластиночек, собачье сердце, это сингл, у меня альбом, и пи, не знаю, как это назвать, макси-сингл, достанутся самым, тем, кто больше всего, больше понравится, собственно, Сиду, тому и достанутся пять этих пластинок. Вышли им почтой, как хотите. Да, скорее, не авторы вопросов, а сами вопросы должны понравиться, для того, чтобы кто-то из вас, мальчишки и девчонки, оказался... А может быть, у кого-то будет сексуальный голос, вы понравились тебе даже просто из-за голоса? Кстати говоря, да, почему бы и нет. Попробуйте говорить сексуально в эфире. Сексуально мужской баритон, пожалуйста, в студию. Звоните к нам в студию, звоните сексуально, баритоном или мецасопраной, это уже даже не важно. Вот, мы здесь люди достаточно свободны в этом плане. Вот, кроме всего прочего, помимо пяти экземпляров физического носителя, компактного диска под названием «Собачье сердце», мы сегодня разыгрываем две вписки на концерт, концерта, да, который состоится уже в это воскресенье 6 марта в клубе «Арена Москва». Это будет концерт, посвященный 20-летию, собственно, группы «Тараканы». Серьезно. И вот, кстати, уже есть первый дозвонившийся. Здравствуйте, дорогой зритель. Алло, добрый вечер. Сексуальненько. Сексуальненько, вот, Сид, говорил. Меня... Как зовут вас, откуда? Меня зовут Евгений, я из Краснодара. Здравствуйте, Евгений. Скоро будем у вас там играть 26 марта. Ага, очень хорошо. Ровно через 20 дней после футбола. Отлично. Ну, что ты теперь попишешь? Как раз, больше чем заняться, время ожидать. Давайте к вопросик, Евгений. Ага. Да у меня вопрос, в принципе, простой, и всего лишь один. Вы скажите, пожалуйста, что шапку-то в помещении не снимаете? Ха-ха-ха. Волос просниму, да. Да. Большое спасибо, Евгений, за ваш интереснейший вопрос. Ну, так вот, короче говоря, действительно, это абсолютно внезапно на нас свалившийся, свалившийся только что у меня из руки тоже, компактный диск, когда ровно месяц назад, а вернее уже два месяца назад, мы выкладывали этот четырехпесенный Макси-сингл на сайте Tank U для абсолютно бесплатной скачки. Тогда еще даже разговора не было о том, что альбом выйдет на физических носителях. Теперь вот он вышел, вот его там можно приобретать и так далее. Все, кто уже его послушали, кто хотел послушать, наверное, уже послушали. Что еще сказать? На нем четыре новых песни. Одноименное, «Собачье сердце», на котором мы сейчас находимся в процессе съемки видео. Ну, отлично. Вот. Ну, еще три прекрасных произведения. Мы еще поговорим про альбом, а есть у нас еще один звонок, и на этот раз обещают интересный. Здравствуйте. Интересный. Алло. Послушайте. Привет. Как зовут, откуда? Привет. Меня зовут Давид, я из Москвы, и, естественно, меня вопрос за Гмитриев. Вопрос такой. Последний ваш клип, то, что не у нас у тебя, там были ребята из школы. Вот хотелось бы так, вы знакомы с Валерией Гайкиной-Манинкой, если так, то как вы с ней познакомитесь, и что вас вообще связывает? Да, мы знакомы с Валерией Гайкиной-Манинкой, познакомились мы с ней, посмотрев кино «Все умрут, а я останусь». Мы дико прикололись от этого фильма, решили найти девушку, которая в титрах значилась в качестве режиссера. Через общих знакомых очень быстро нашли ее и предложили ей быть режиссером видеоклипа на песню «То, что не убивает тебя», потому что, как нам показалась, тематика что песня, что фильма «Худо-бедно» как-то пересекались или, в общем-то, достаточно похоже. Вот, переговоры у нас длились примерно год, где-то год мы, значит, разговаривали, значит, обсуждали аспекты сценария, смету, все вот эти неинтересные вопросы решали. Посредством пропивания в барах, наверное. Ну да, типа того, кстати говоря, кроме шуток, так оно и было, да. Лера, она же любит посидеть в заведении, пообсудить клип, что называется. Вот. И как это... И в результате клип был снят, и, в общем, нет ничего удивительного в том, что в этом клипе снялись ребята, занятые в сериале «Школа», ну, потому что, во-первых, это их режиссеры, во-вторых, потому что... Они друзья, как я понимаю. Да, они друзья, Эльеры, и наши уже на тот момент, и, в общем-то, было в тему. Спасибо, Давид, хороший вопрос, кстати говоря. Немножко, немножко, что называется, не своевременный, но, тем не менее. А как-то вот, может, еще дальше будет какие-то продолжения с ней, с ней же, она же будет снимать еще клипы вам? Кто знает, как оно пойдет, пока что мы видео снимаем. Как вы остались вообще? Мы остались довольны тем, как процесс был организован, тем, как он шел, вот. Но по результату видео показалось немножечко, чуть больше, чуть больше, скажем так, произведением германики, нежели тараканов. Вот. Для нас это... Мы не рассчитывали на это. Хотя, с другой стороны, ну, а на что мы рассчитывали, да? Когда, ну, то есть, когда зовешь, ну, столь яркого персонажа, ты должен об этом, как минимум, догадываться. Да, что либо нужно на него... Накинуть узду. Да. А мы не хотели накидывать узду, ну, как бы это было не в наших интересах, мы хотели, чтобы Лера сама выражалась. Вот она и сама выразилась. А новое видео на «Собачье сердце» мы снимаем с ребятами, которые ответственны за последние видеоклипы «Слота», «Трактор Боулинга» и группы «Луна». И еще у нас прямо сейчас уже готов клип на песню «Просто быть нормальным». Очень забавное видео, но его мы сняли, скажем так, сами. Мы использовали мой собственный сценарий, гримера «Ленус А1», нашего друга Эльдара Асанова в качестве режиссера, там у него была бесплатная монтажка. Мы с ним... Каждый мы сняли... Каждый член группы мы снялись в нескольких ролях. Я, например, играл бабушку главного героя и одновременно физкультурного тренера. Наш барабанщик Серега военком и мента в усах. Наш гитарист Вася маму и тетю, там и так далее, и так далее. Да, очень забавное видео в стилистике, в стилистике с таким театральным, как бы, но макияжем и костюмами, как у «Бестибой» саботаж было, или у «Квинн» было видео, я не помню какое, где они в женских нарядах, там, Фредди Меркери чистят... Это не «Радио Гага», нет? Или какой-то другой клип. Ну, не важно. Да, да, но все его помнят. Все его помнят, да. Он в парике. Да-да-да, но в усах приятно. Вот у нас похожий клип, да. Отлично. Есть кто-то в Твиттер присылает на самые, так сказать, нестеснительные. А Дмитрий заслужил этот самый вписочку на концерт? Ну, или попозже решим. Конечно, попозже. Мы пока заслушали всего-то полтора вопроса. А клип? Можно, да, прерваться сейчас на клип, пока почитать Твиттер, так что смотрим клип и вернемся через пару минут.